Всем привет! С вами канал Космостар. Его называли маршалом советской песни, он был звездой такой же величины, как Иосиф Кобзон и Муслим Магомаев. Спят курганы темные, и слушай, теща вместе с ним пели миллионы слушателей. У Юрия Богатикова, было множество поклонников и поклонниц, он же далеко не сразу нашел свое счастье, да и распознал его не с первой попытки. А с развалом СССР и вовсе пристрастился к спиртному. Юрий Богатиков родился 29, февраля 1932 года в многодетной семье в городе Рыково, Донецкой области, на Украине. В годы Великой Отечественной войны его семья была эвакуирована в Бухару, отец погиб на фронте. После окончания войны Юрий Богатиков, вместе с матерью, братьями и сестрами, переехал в Харьков. В конце 1940-х он учился в Харькове в Ремесленном училище связи, после пошел работать механиком на телеграф, принимал активное участие в художественной самодеятельности и поступил в Харьковское музыкальное училище. Закончить обучение Богатикову не удалось, он был призван на воинскую службу на Тихоокеанский флот. Служил он с 1951 по 1955 год и весь срок службы Юрий Богатиков был солистом ансамбля песни и пляски Тихоокеанского флота. Когда он уволился в запас, то устроился работать на прежнее место и возобновил обучение в музыкальном училище. Окончив училище в 1959 году, был принят в Харьковский театр мускомедии, а после он работал солистом в Донецком ансамбле песни и танца. Юрий Богатиков был принят в члены КПСС в 1968 году и до конца своих дней оставался преданным сторонником коммунистических идеалов. Первая телевизионная съемка у Богатикова состоялась в 1969 году, он выступил в праздничном концерте, который был приурочен к Дню Шахтера. Юрий Иосифович тогда исполнил знаменитую песню «Спят курганы темные». Он сразу же покорил советских любителей музыки своим бархатным баритоном и встал в один ряд с лучшими отечественными вокалистами, такими как Иосиф Кобзон, Муслим Магомаев, Вадим Мулерман и Лев Лещенко. У Юрия Иосифовича был очень богатый репертуар, подсчитано, что он записал более 400 песен, среди которых были произведения различных авторов, в том числе и зарубежных. Самыми известными и популярными песнями в исполнении Богатикова стали «Мелодия», «Через две зимы», «На безымянной высоте», «Давай, поговорим», «Песни о чекистах», «Давно не бывал я в Донбассе». Юрий Богатиков ввел активную гастрольную деятельность и часто выступал за границей, причем с большим успехом. Богатиков 16 лет работал в худсовете по эстраде при Министерстве культуры СССР. Распад Советского Союза оказался большим потрясением для великого вокалиста и богатиков, вскоре лишился работы, средств к существованию и пристрастился к алкоголю. Спас его друг, бывший первый секретарь Республиканского комитета партии Леонид Грач. Это с его помощью певец получил жилье в Симферополе и он же, увидев в квартире известного певца, множество бутылок из подспиртного. Взял его буквально в охапку и отвез на могилу Юлии Друниной в Старый Крым, спросив, не хочет ли он тоже попросту добровольно уйти из жизни. Поездка подействовала на Юрия Богатикова, как ушат ледяной воды и позволила все же взять себя в руки. Богатиков никогда не боялся говорить то, что думает. Например, в 2001 году он подверг жесткой критике творчества Аллы Пугачевой и сказал, что Примадонна уже в 1980-е годы пела на стадионах под фонограмму. Юрий Иосифович старался выступать на сцене, что называется до последнего, даже будучи уже тяжелобольным, потому что без творчества и музыки он не представлял свою жизнь. Со своей первой женой Юрий Богатиков познакомился еще когда работал на Харьковском телеграфе. Людмила провожала его в армию, дождалась его со службы и спустя пять лет стала женой певца. Через год в семье родилась дочь Виктория, но совместная жизнь Юрия и Людмилы была очень сложной. Взаимопонимания и терпения супругам явно не хватало. Юрий старался не появляться дома слишком часто, помимо основной работы в филармонии, пел по вечерам в ресторанах, пытаясь обеспечить нормальную жизнь жене и дочери. И однажды познакомился с официанткой Раисой, в которую влюбился. Лгать жене не стал, ушел почти сразу и вместе со второй женой уехал из Харькова в Ворошиловград, позже супруги вместе переехали в Крым. Но Раиса оказалась очень властной женщиной. Она запрещала Юрию видеться с родственниками и дочкой от первого брака. По-настоящему счастлив Юрий стал лишь в третьем браке с Татьяной, которая работала режиссером музыкальных программ и была младше его на 20 лет. Исполнитель ни разу не дал повода Татьяне усомниться в своих чувствах, но в любви никогда не признавался. В тот год, когда супруги узаконили свои отношения, у Юрия Богатикова обнаружили онкологическое заболевание лимфосистемы. Певец боролся, а его жена искренне верила в то, что они смогут победить заболевание. Но не смогли. Юрий Богатиков умер 8 декабря 2002 года в окружении своих близких. Но живы его песни, жив его голос, который остался на многочисленных аудио- и видеозаписях. Жива память, а это главное.